Коль скоро мы уже поговорили о ключевых персонифицированных героях киберпанка 2077, теперь стоит перейти к обсуждению объекта более глобального — городу и месту духовности в нем. Мы порассуждаем о Найт-Сити как о примере заката европейской цивилизации, о роли церкви в рамках жанра, поищем мистику и, наконец, расскажем о тех людях, которые уже сейчас делают попытку взломать Бога. Автор цикла — Александр Мичук, а звучит для вас закадровый Дмитрий Зубарев. Начнем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на канал Time Video Game. Это четвертая часть философского разбора Cyberpunk 2077. Цикл создан благодаря финансовой поддержке наших зрителей на Patreon и Boosty. Все ссылки вы можете обнаружить в описании. Как мы уже указывали в первой части этого цикла роликов, цитируя Бодриара, Night City – это пространство воспроизведения воображаемого, огромный завод по переработке человеческих чувств. Это отражение состояния мира, торжество бетона и металла, и упадок плоти. Говоря о развитии киберпанка как жанра, принято ссылаться на труды трансгуманистов, вроде биохимика Джона Холдейна и его эссе «Дедал. Наука и будущее», или же на Джона Дезмонта Бернала и его произведения «Мир, плоть и дьявол». Писали они о возможном будущем, которое нас ожидает, о колонизации космоса и перспективах изменения окружающей среды, то есть мира, о модификации тела с помощью имплантов, то есть о плоти, и реформировании человеческого духа путем изгнания из него социальных и психологических демонов, то есть о дьяволе. Ортега и Гассет, хоть и не тянет на трансгуманиста, но он определенно испытывал оптимизм при взгляде в будущее. В работе «Размышления о технике» он утверждал, что техника не только освобождает силы человека, но и дарует ему возможность быть самим собой, реализовывать свое бытие в мире. Еще раньше Блаженный Августин приводил достижения науки как свидетельство того, что в человеке есть божественная искра. Но мир киберпанка 2077 мало соответствует идеалам технологических оптимистов или даже трансгуманистов. Скорее, напротив, киберпанк в целом и Найт-Сити как винтажный образец жанра – это закономерный итог, судьба западной европейской культуры, какой ее представляли многие скептики. Так Хайдегер, размышляя о технологическом процессе, утверждал, что во всех сферах своего бытия человек будет окружен силами техники все более плотно. Эти силы, которые повсюду ежеминутно требуют человека, привязывают его к себе, тянут его за собой, осаждают его и навязываются под видом тех или иных технических приспособлений. Эти силы давно уже переросли нашу волю и способность принимать решения. АРАСАКА КОРПС В рамках стоял и философ Карл Ясперс Техника радикально изменила повседневную жизнь человека в окружающей его среде. Насильственно переместила трудовой процессы общества в иную сферу – в сферу массового производства. Превратила все существование в действие некоего технического механизма – всю планету в единую фабрику. Тем самым произошел и происходит по сей день полный отрыв человека от его почвы. Человек становится жителем Земли без Родины, теряет преемственность традиций. Дух сводится к способности обучаться и совершать полезные функции. Нечто похожее можно было обнаружить и в трудах философа и монаха XIII века Роджера Бекона. В своих работах он описывал будущее и достижения технологий вроде подводных лодок, автомобилей и самолетов, размышлял о продлении жизни до тысячи лет. Эти достижения он приводил в качестве аргумента против необходимости магии. Но тем не менее ссылался и на труд под названием «Секретум секреторум». В этой работе якобы изложены различные тайные наставления Аристотеля Македонскому, и среди прочего там указывается, что тот, кто сделает общедоступными тайны природы и искусства, нарушит небесную печать, и того, кто откроет тайны, ждут многочисленные беды. Приблизительно с IX века даже в очень религиозной среде уже была в ходу мысль, что толпа с презрением относится к тайнам мудрости, не знает, как использовать технологии разумно, и даже если по случаю она и узнает нечто значительное, то тут же его портят и пользуются им неправильно, что приводит к погибели людей и сообществ. В свою очередь Шпенглер в своей работе «Закат Европы» определял цивилизацию как признак и форму этого заката, как финальный этап перед тем, как культура окончательно уйдет в небытие. Среди признаков этого этапа можно выделить возвышение мирового города и техники. Читая «Закат Европы», параллели проводятся сами собой. Мировой город и провинция. Эти основные понятия всякой цивилизации выдвигают совсем новую проблему исторических форм. Вместо мира — город. Отдельный пункт, в котором сосредотачивается вся жизнь обширных областей, тогда как все остальное засыхает. Вместо богатого формами сросшегося с землей народа новый кочевник, паразит, обитатель больших городов, подлинный человек фактов, лишенный традиций, выступающий бесформенной текучей массой, неверующий, с развитым умом, бесплодный, с глубокой антипатией к крестьянству и высшей его форме по местному дворянству, то есть огромный шаг к неорганическому, к концу. Стать провинцией — такова судьба целых стран, лежащих вдали от этих городов. Мировой город означает собой космополитизм вместо родины, холодное преклонение перед фактами вместо благоговения перед традицией и исконным, научное неверие, своего рода окаменелость вместо предшествовавшей религии сердца, общество вместо государства, естественные права вместо приобретенных. Машина воспринималась как что-то дьявольское и не напрасно. В глазах верующего человека она означает неиспровержение Бога. Определённо, жанр киберпанк исследует период цивилизации именно со шпенглеровской позиции. Пик цивилизации понимается не иначе, как кризис человечества, которая стремительно теряет или уже потеряла связь со своей человечностью и духовностью. С позиции шпенглера в рамках экстенсивного развития цивилизации для религии и религиозного опыта остаётся всё меньше места. Она превращается в лучшем случае фарс. Ряд авторов произведений в жанре киберпанк чётко следует этому нарративу, адаптируя мистические и религиозные понятия и категории под свои нужды. Коль скоро киберпространство открывает широкие возможности для различных интерпретаций, то с лёгкой руки, скажем, Гибсона, ряд программ получают название «Лоа», которое тот почерпнул из религии Вуду. Тут же вспоминается и проповедник Карла из Джонни Мнемоника от того же автора. Но есть и произведения, которые совмещают в себе и интерпретируют религии более богато и ответственно. Среди них можно выделить видоизменённый углерод Ричарда Моргана или же очень близкое к нему произведение Глуховского «Будущее». В них рассуждается, помимо прочего, о метаморфозах, которые произойдут с католической церквью в условиях обретения человечеством бессмертия. Среди игровых примеров можно вспомнить и оригинальную «Deus Ex». Об этом мы уже рассказывали в нашем ролике про два главных момента в истории видеоигр. Уоррен Спектр, создатель «Deus Ex», утверждал, что «J.C.» в имени Дентона означает буквально «Иисус Христос», то есть «Jesus Christ». Жизнь Иисуса была заранее предопределена и спроектирована Богом. Иисус – это физическое воплощение Бога на Земле и одновременно спаситель человечества. Примерно то же самое происходит в сюжете «Deus Ex». «J.C. Дентон» символизирует Иисуса, а вездесущий и всезнающий искусственный интеллект символизирует Бога. По итогу Дентону уготована роль спасителя человечества, исполнителя воли божественных иллюминатов и искусственного интеллекта. Рано или поздно человечество может прийти к полному взаимному уничтожению. И И.Гелиос хочет предотвратить это. Он утверждает, что искусственный интеллект может заменить собой наши несовершенные системы управления. Но для этого требуется именно человеческое понимание человека. Соединившись с Гелиосом, в одной из концовок «Джеи Си» исполняет свое призвание. Теперь он обладает знаниями и силой, которые превышают возможности любого человека, становится спасителем человечества и Богом из машины. В таком контексте Киберпанк 2077 располагается между двумя обозначенными подходами. С одной стороны, вера и религия не игнорируются, они находят свое место в городе. В Найт-Сити существуют христиане, буддисты, даже культ Вуду. Различные системы верований по-разному взаимодействуют с реалиями высокотехнологического будущего. Христиане испытывают дискомфорт от скорого появления на рынке технологий и конструктов личности. Буддийский монах Бхитшу оказывается насильственно модифицированным, что противоречит его обетам. А вудуисты втайне практикуют жертвоприношения, казалось бы, истребленных в городе птиц, и пытаются добиться покровительства кибердухов Лоа в диком киберпространстве. Мир будущего и торжество Хрома, как и писал Шпенглер, делают попытку низвергнуть классические представления о божественном. Вудуисты вдруг обнаруживают, что пространство нулей и единиц куда лучше подходит для связи с духами, с которыми ранее связывались их предки. Они кажутся даже более реальными, осязаемыми, чем те, с которыми приходилось иметь дело ранее. Один из киберпсихов и вовсе сошел с ума именно после контакта с этими цифровыми божествами. Христиане оказались более консервативны и видят опасность в суррогатах вечной жизни и в суррогате мессии, что выражается в протестах перед студией записи брейнданса Джошуа. Ну а буддисты и вовсе столкнулись с тем, что мировой город готов сломить их стремление сохранить свою плоть нетронутой. Для их духовности осталось все меньше места. Что, тем не менее, не значит, что в Найт-Сити отсутствует мистика. Невесть, откуда взявшийся Аркан-Дурак около квартиры главного героя или императрицы неподалеку от места нахождения бестии, а также другие карты Таро, разбросанные по Найт-Сити, прямо на это указывают. Их происхождение туманно, а сцена с гаданием только усиливает ощущение наличия трансцендентных сил, которые, впрочем, проигрывают перед богом из машины. Причем проигрывают они уже здесь и сейчас. В 2017 году в одном из интервью Уильям Гибсон высказался о Силиконовой долине следующим образом. Евангелический пыл поражает. Эти люди атеисты, у них нет религии, но механизм тот же. Бог приходит и спасает всех нас. Просто в их случае бог – это технология. Но, возможно, на самом деле все обстоит еще глобальнее и сложнее. Быть может, Гибсон ошибался, и у них действительно есть религия – дигитализм, или, иными словами, религия машин. Как указывало в своем материале для издания Вайс Вольфрам Клингер, дигиталисты верят в преодоление человеческих ограничений, в преодоление смерти с помощью машин. Подобно тому, как христианство обещает окончательное искупление от первородного греха Адама и Евы, дигитализм обещает искупление от неизбежного греха нашего беспорядочного, рассеянного, ограниченного мозга, иррациональных эмоций и стареющих тел. В то время как традиционные религии верят в бессмертную душу, дигиталисты верят в бессмертие строк-кода, которым они стремятся свести наш разум и сознание. Частью этой веры является тезис, что, возможно, Вселенная, сам Бог — это компьютер. Сама реальность может быть симуляцией. Таким образом, если мы в достаточной мере разовьем свои вычислительные способности, мы станем едиными с Богом, высшее стремление всех религий. Это же значит, что Бога можно взломать. Разумеется, дигитализм — обобщенное понятие, а не уже сформированная система верований. Но эта концепция основана на сумме тезисов видных деятелей IT-сектора. В 2015 году Клингеру удалось побывать на лекции «Технологии переворачивают мир вверх дном, что происходит», где выступало руководство Google и eBay. С его слов участники с энтузиазмом уверяли, что оцифровка сознания и подобные технологии сделают мир лучше. В том же 2015-м Энтони Левандовский, бывший сотрудник Alphabet и Uber, основал и стал исполнительным директором церкви поклонения искусственному интеллекту «Пути будущего». Своей целью они ставят создание воплощения Бога, основанное на ИИ. Церковь закрыта для свободного посещения, а Левандовский никаких подробностей не рассказывает, поэтому о ритуалах и содержании молитв неизвестно. Технический директор Google Ray Kurzweil в свою очередь утверждал следующее. Мы будем становиться все менее биологическими существами, пока не дойдем до состояния, когда технологическая часть станет главной, а биологическая потеряет значение. При этом технологическая часть будет настолько мощной, что сможет полностью моделировать биологическую. Субтитры создавал DimaTorzok По многим нашим роликам в разборах, будь то разборы философские, или же видео из серии психоанализа, из раза в раз звучит один и тот же вопрос возражения. Неужели авторы действительно вкладывают все это в свое произведение? А откуда мы знаем это? Как мы можем рассуждать о том, что хотели сказать нам авторы без них самих? Думается нам, что именно разбор киберпанка подойдет для того, чтобы наиболее полно ответить на это замечание? Вот в чем дело. Нас не интересуют, что хотели сказать авторы. Мы общаемся не с авторами. Мы общаемся с игрой. Вы тоже общаетесь не с авторами в процессе прохождения? Мы все дружно вступаем в диалог непосредственно с произведением, обращая внимание на интенции авторов лишь изредка, походя. На канале мы придерживаемся концепции под названием «Смерть автора». Сформулирована она была в 1967 году французским философом и литературным критиком Роланом Бартом в одноименном эссе. Барт утверждал, что аспекты личности автора для критики не имеют значения. Вера, этнос, взгляды, место проживания, личностные качества автора или авторов – все это не имеет никакого значения после того, как в произведении была поставлена точка, и оно ушло в печать. С точки зрения Барта, текст – это ткань из цитат, взятых из бесчисленных центров культуры, а не только лишь из индивидуального опыта творца. Таким образом, творец не может быть истиной в последней инстанции в вопросах толкования. В конце концов, автор может поместить в текст какие-то элементы несознательно. К тому же каждый новый читатель, зритель или, в нашем случае, геймер, пропускает произведение через сито собственного опыта, что позволяет ему видеть новые связи и параллели. Да, возможно, разработчики из CD Projekt не зачитывались Шпенглером, Платоном и Бодрияром. Возможно, они не оглядывались на миф о пещере, не размышляли о подлинной сущности души. Они попросту пытались сочинить интересную и правдоподобную историю, увлекательный и мрачный мир, руководствовались законами драматургии, логикой, какими-то иными произведениями, тенденциями нашего с вами мира, в конце концов. Все это так или иначе поддается деконструкции и анализу. Разумность анализа при этом определяется обоснованностью аргументов, а не тем, насколько анализ близок или далек от позиции автора. Понимаем, что для некоторых такой взгляд может быть совершенно неприемлемым, но постарайтесь быть не слишком шокированы тем, что такой родной и знакомый школьный вопрос, что хотел сказать автор, возможно, не имеет смысла. Взять, к примеру, фильм «Бегущий по лезвию». Это история о поиске человечности? Возможно, это притча об отцах и детях? Или, быть может, это не что иное, как фильм о классовой борьбе? А возможно, его и вовсе нужно рассматривать, вооружившись произведением «Восстание против современного мира» Юлиуса Эволы. Все это вместе может быть истиной в равной степени. К тому же, что греха таить, «Киберпанк-2077» до неприличия набито отсылками. Скажем, среди такси мы встречаем самоделишную Гледес и Спорту. Но куда забавнее отсылка к молчанию ягнят. Машина по имени Кларис просит главного героя унять крики фламинго. Феерично. Трудно не заметить и цитату Аристотеля в исполнении Тибак. На него указывается прямо и очевидно. А вот упустить то, что и Декстер, фанат этого же греческого философа, уже куда проще. Нашлось место в Найт-Сити и покойному Рудгеру Хаору с голубем в руках на крыше одного из зданий. А при должной внимательности можно набрести и на платформу 9,75 с подозрительно знакомым очкариком неподалеку. Одна из подличностей Деломейна так и вовсе может цитировать Шодан из System Shock. Не говоря о том, что на мониторах то и дело мелькает символика 11 индивидуалистов из «Призрака в доспехах». Порой не нужно особо раздумывать, на чем была основана та или иная история. Поляки разжуют для самых маленьких, заботливо подкинув пару-тройку стихов, записки, очевидные визуальные образы, карты, в конце концов. Можно даже сказать, что они отбирают у нас работу. В то же время при смешивании референсов могут рождаться новые смыслы, вполне возможно, не предусмотренные авторами заранее. Призываем вас вооружиться собственным уникальным опытом и специальными знаниями, а после самим сделать попытку разбора Киберпанка 2077 в комментариях под этим видео или любой другой частью цикла. В конце концов, произведение ведь тоже может жить не одной жизнью, а жить многими, будучи прочитанным каждый раз по-разному. Возможно, вам есть что добавить, а возможно, вас заинтересуют другие наши разборы различных проектов. Изначально этот материал планировался в духе того, что мы делали Спрей или Биошок. Предполагалось, что это будет единое большое видео, но, коль скоро его составные части были достаточно сильно обособлены и нагружены цитатами и концептами, мы решились на эксперимент, создав цикл из четырех роликов. Так что, по сути, эти четыре видео — это единый материал, составные части которого можно смотреть в произвольном порядке, но желательно никакую не пропускать. Надеемся, что такой подход вам понравился, и потому нам вдвойне будет интересно увидеть вашу реакцию в комментариях. Обращаем ваше внимание и на имена всех тех, кто принимал участие в работе над видео. Традиционно просим вас помочь в распространении контента. Не забывайте оценивать проделанную нами работу и заглядывайте на Patreon или Boosty. Там наши зрители имеют возможность поддержать наш канал «Монеты». Благодарим всех, кто уже принял решение спонсировать нас, и отдельно говорим спасибо следующим из вас. Стас Иванов, Эдуард Матченко, Андрей Нечиперович, Анна Мельникова, Тайсё Джейпи, Евген Б., Александр Фролов, Диал, Уилл Хантинг, Полина Грошева, Сергей Кулевский, Дмитрий Табрут, Эдуард Волощук, Вова Стельмощук, Андрей Хлыстун, Ахиллес, GSXR, Никита Бронников, Драйвер Нефи, Ирина Тендер, Бедный Ёжик, Сергей Лайформ, Хорь Нарнов, Предводителев Артём, Sunwave, XTR16, Кирилл Карагодин, Илья Мешков, Бла-Бла, Джерон, Валерий Михалапов, Крун Норм, Роберто Панчвидзе, О12О12О, Ангелина Хейли, Мистер С, Шаман, Циней, Чекунаев Влад, Павел Тумаев, Бородачество, Дмитрий, Игорь Керничный, Ибрагим Баташев, Иван Ткачёв, Лиседмал, Валентайн, Буза Ник, Гибкий Рафик, Адам Забродский, Лекс Дарлок, Корвин, Симеон Шварц, Аликато, Нордрон 92, Косков Андрей, Бузницкий Влад, Евгений Самчук, Савастьянов Иван, Константин Ильяш, Тимур Галимов, Босс Рашмот, Край Хэвик Армор, Хармант Ярков, Иван Романов, Юрий Косарев, Ваня Ковалев, Виктор Трофим, Хемик, Григорий Илнисойд, Сергей Тишкевич, Саша Ильин, Григорий Ревенко, Юрий Лапшин, Александр Подчасов, Дартаан, Спирит Хэроу, Андрей Орлов, Александр Флейм, Михаил Шумилов, Владислав Красильников, Владимир Черепанов, Алексей Шепелев, Илья Данилов, Алексей Гомелев, Вячеслав Пафомов, Тимур Газизов. К слову, если какую-либо фамилию мы прочитали неправильно, то обязательно пишите нам об этом в группе. И, как обычно, не живите одной жизнью, живите многими. До новых встреч.